Оренбургская третья городская больница В 2013 году помощь с таким недугом стали оказывать в первичном сосудистом отделении больницы имени Пирогова и региональном сосудистом центре областной клинической больницы. Третья городская была переориентирована на амбулаторный прием и организацию дневного стационара. Сегодня в структуре учреждения 6 поликлиник, которые обслуживают 90 тысяч жителей областного центра. Как сегодня организована работа амбулаторно-поликлинической службы? Мы обслуживаем центральную часть города и зауральную часть города. Кроме того, две участковые больницы, Краснохолм и Городище. Большая часть населения – это взрослое население. В каждой поликлинике у нас есть электронная запись. Можно записаться через интернет, можно записаться по терминалу, можно по телефону в регистратуре. Практически в каждой поликлинике у нас мы стараемся сохранить полный набор специалистов узких. Наиболее нуждающиеся люди, наиболее сложные случаи направляются сюда, в клинику и диагностический центр, где прием ведут врач-терапевт и врач-невролог высшей квалификационной категории. Каковы результаты прошедшей диспансеризации? Что интересного было отмечено в ходе работы? В прошлом году у нас по плану стояло, подлежало диспансеризации больше 25 тысяч человек. Диспансеризацию мы выполнили на 95%. Мы выявили несколько диагнозов заболевания молочной железы на первой стадии, что очень важно, хотя эти женщины считали себя абсолютно здоровыми. Очень большой процент выявляемости сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, это гипертония первой-второй стадии. У людей, которых мы выявили заболевания, которые нуждаются в диспансерном наблюдении, мы поставили на диспансерный учет, те, у которых высокий риск развития хронических заболеваний, мы сделали соответствующие рекомендации. Для борьбы с очередями и более эффективного распределения ресурсов в больнице организовали клиникодиагностический центр. В его составе большая лаборатория, которая обслуживает все шесть поликлиник. За день выполняет около тысячи различных исследований. Пациент сюда не приезжает, кровь он сдаёт в своей поликлинике, и мы своим транспортом кровь привозим сюда. Лаборатория делает анализы, результаты анализов отправляются назад в поликлиники. К услугам пациентов – кабинеты эндоскопических исследований, функциональной диагностики, где обследуют сердечно-сосудистую и нервную системы. Здесь очень хорошо лечат, обслуживают, персонал очень хороший, очень внимательные все. Также в одно отделение объединили несколько физиотерапевтических кабинетов, которые раньше размещались в разных поликлиниках. Теперь спектр физпроцедур значительно расширился. Они работают в две смены с полной загрузкой. И работают на студенческую поликлинику, на третью поликлинику и на дневной стационар. Как строится сейчас работа дневного стационара? Мы постарались сохранить все лечебные и диагностические процедуры, которые были в круглосуточном стационаре. По сути, мы сейчас в условиях дневного стационара оказываем всю ту же помощь, что и в круглосуточном. В составе дневного стационара 30 коэк-терапевтических и 30 неврологических. Здесь лечат пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Утром они приходят в больницу, получают необходимые процедуры, а затем уходят домой. Надежда Зотова уже не первый раз поправляет здесь своё здоровье. Замечательные врачи, замечательные медсёстры. Я их назвала ангелочками. Вот где у нас процедурный кабинет, вы знаете, как делают они уколы. За месяц в дневном стационаре лечится более 90 человек. В планах Оренбургской третьей горбольницы дальнейшее развитие и совершенствование как стационар замещающих технологий, так и амбулаторной помощи пациентам.